Игра столов. Песнь, ножа и вилки. Десерт близко. Изломали ее телеграм-канал. И что же там вообще, как, чем закончилось, давайте узнаем у самой Маргариты. Маргарит, здравствуйте. Добрый день. Рассказываю. Телеграм вообще никак не реагирует на жалобы, по-моему, половины Израиля, моих друзей и знакомых, и не на мои жалобы, поэтому заведен новый канал Маргариты Горкина, Израиль, ресторан и шампанское. Весь материал из старого канала перенесен в новый. Мне помогли мои друзья-программисты и хай-тековцы. Как бы все хорошо. Подписывайтесь. Маргарита Горкина, Израиль, ресторан и шампанское. Ох, какое прекрасное название. Мне уже хочется немножечко глотнуть. Ну да, больше всего люблю. Любила до приезда сюда коктейли. Теперь я люблю шампанское, потому что такую жару хочется все время пузырьков. И это должна быть все-таки не только минеральная вода. Вот. Так что вот так. Да. Ох, Маргарит, сожалею очень о вашем старом телеграм-канале. Безумно рада, что удалось перенести всю информацию в новый телеграм-канал. Так что, друзья, теперь Маргарита Горкина, Израиль, ресторан и шампанское. Ваши подписки обязательны, чтобы всегда оставаться в курсе гастрономических путешествий Маргариты. Куда же мы отправимся с вами в этот раз? Ну, я только что вернулась с Кипра. И я, наверное, могла бы рассказать кое-что забавное в этом смысле. Потому что израильтяне очень любят Кипр. И тем не менее, очень много существует мифов о том, что Кипр дешевый, прекрасный. И вообще все. Вот есть Лимасол, есть Ларнака и так далее. Все оказалось несколько иначе. Кипр, во-первых, уже давно не дешевый. Как мне объяснили, я была консервой. Потому что, да, зачастили израильтяне. Нет, боюсь, это как-то связано немного с военными событиями. И вот со всем этим мы, да, и с прибытием туда как раз россиян. И, кроме всего прочего, да, вот мы жили в Лимасоле, базировались в Лимасоле, мотались по всему острову. Главное, что я хочу просто отметить в обязательном порядке. Мысль не новая, но свежая, как всегда на самом деле. Пожалуйста, уходите с туристических строп, если вы хотите увидеть великолепный Кипр. Великолепный Кипр – это горы, это, ну, море, понятное дело, но это горы обязательно. И это все великолепие, да, нужно ехать в сторону Олимпуса. Там есть и рестораны, и виды, и вообще просто божественные красоты. Качество винодельни всевозможные. И отели. Почти Швейцария, на самом деле. Вот без дураков. Кроме всего прочего, если вы остаетесь в Лимасоле, это одна из таких основных баз, куда все любят пребывать, да. Я хочу отметить две вещи. Я нашла, почему вообще я моталась в Кипр, просто так активно. Мы объездили реально весь остров, ну, кроме турецкой части. Потому что в конце октября мы с моей партнершей организуем туда путешествия, да, в том числе и израильтян. Небольшая, очень камерная группа из пяти человек, но, тем не менее, не рискали лучшее. Все вот лучшее люди будут видеться в канале, когда мы поедем, да. Сейчас я расскажу о Лимасоле. Да, подробности обязательно заходите, подписывайтесь. Маргарита Горкина, Израиль, ресторан и шампанское. А вот в Лимасоле мне хочется отметить один ресторан. Это, возможно, будет очень забавно и интересно услышать именно тем, кто здесь не так давно живет в Израиле. Потому что мне это было очень, ну, трогательно, видите, я очень любила этот ресторан в Санкт-Петербурге, салонный паста-бар. Это был один из моих самых любимых, лучших ресторанов на Фонтанке. И вот в Лимасоле открылся двухэтажный. Там он маленький достаточно на Фонтанке, а это двухэтажный ресторан, забитый под завязку людьми просто в Лимасоле. С тем же потрясающим качеством домашней пасты, хендмейд, да. Пиццы, великолепные коктейли, великолепное совершенно какое-то обслуживание, абсолютно, ну, невероятно дружелюбное. Вот, ну, на мой взгляд, такое обслуживание вообще только питерцы были в России способны, если честно. Очень особенная история. И вот этот ресторан сейчас, салонный паста-бар, нужно посещать в Лимасоле, на мой взгляд, прям в обязательном порядке. И я хочу рассказать о разочаровавшем меня опыте. Это мне рекомендовали израильтяне, которых я дико уважаю, еще мнение гастрономическое, я дико уважаю. Что это было, я не знаю, но это было вот единственное посещение, которое я не могу одобрить. И я хочу вас предупредить немножечко, ну, то есть, не безговорочно верить. Мне сказали в этом ресторане, что израильтяне нас обожают. Я уже от нее ресторана, честно сказать, салонный паста-бар, вообще в своей жизни не видела. Ну, то есть, Ле Мизон Флори. Это фантастически было, настолько плохо, что, ну, в общем-то, такая старая добрая Франция, и она должна была бы быть... Я ее хорошо знаю, во-первых, я много по Франции ездила, я ее хорошо знаю, она вообще не похожа. Ну, разве что утка в апельсина была, более или менее из этой серии. Все остальное, ну, это вообще вне всякой критики. Вот, ну, и интерьер похож на старую добрую Францию, да, белые скатерти, красные гордовые стульи, ну, все такое прочее. Вот нет, лучше идти куда угодно, только, ну, точно не туда. Там достаточно низ французской кухни, или там наполовину французской кухни, LVM есть, да, при отеле великолепный. Там половина французская, половина итальянская, да, но точно не Ле Мизон Флори. Вот, такая история. И Кипр, безусловно, великолепен совершенно в своем списке по 50 ресторанов лучших Кипра, которые тоже являются наполовину правдой. Мы объехали, посмотрели, ну, пожалуй, довольно провальная история, хотя есть и выдающиеся совершенно рестораны в этом списке, находящиеся, например, в горах ресторан, который открыла дама в 72 года, в свои 72 ресторанчик, в котором очень все такое камерное, да, и при этом с видом на горы, на виноградники. Вот он входит в этот топ-50, и, ну, особое очарование места, абсолютно точно, вот, его нужно искать. Кикос, The Garden Kikos. Вот. А так, в общем, конечно, очень все неоднозначно. Ездить и искать, и искать, и искать, и уходить с туристических троп. Ну, Кипр великолепен далее от них, просто, я говорю, Швейцария. Вот. Что ж, Маргарит, я думаю, что после того, после вашей поездки, мы обязательно с вами поговорим о Кипре еще раз, и вы нам все-таки дадите те самые вот туда ходите, туда ходите, и туда обязательно тоже договорились. Да, конечно. Но спасибо вам в любом случае, в том числе и за антирекомендации. Они тоже полезны, друзья. Иногда лучше услышать, куда не стоит отправляться, и как себя поберечь в гастрономическом вопросе. Ну, денег жалко. Вот просто, честно, это вообще не Франция. Ну, просто денег жалко, было ужасно. Ну, Маргарит, ну а зачем ходить во французский ресторан на Кипре? Ну, нет. Я человек любопытный, и когда мне настойчиво советуют, я предпочитаю посмотреть. Они тоже, кстати, в список топ-50 ходят. Ресторану 37 лет, да, у него есть традиции, у него все есть. То есть, что на кухне в этот день происходило, и я не думаю, что это в этот день, это было глубоко непрофессионально. Поэтому, ну, не знаю. Ну что ж, в любом случае, Маргарит, спасибо вам огромное. В том числе, как я уже сказала, и за антирекомендацию. Они обязательно нужны. В нашем эфире была Маргарита Горкина, ресторанный критик, автор телеграм-канала Маргарита, Израиль, ресторан и шампанское. Мне очень нравится это новое название ваше, Маргарит. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо вам огромное. Я думаю, что про Кипр там немножко, проблю до основной, так что можно заходить будет. Супер. Друзья, заходите все на телеграм-канал Маргариты. Маргарит, я вас от души поздравляю с наступающим еврейским Новым годом. Сладкого вам и хорошего года обязательно. Ну и рубрика «Игра столов» прощается с вами на три недели праздничных, друзья. Так что готовьте свои животы. Маргарита для вас за это время точно приготовит много классных мест. Спасибо большое. Спасибо вам. С наступающим, Маргарит. До свидания. Это рубрика «Игра столов» на лучшем радио 106.4FM в программе «Руки-брюки». Игра столов. Песнь ножа и вилки. Десерт близко.